добрый день много уважаемые зрители вы находитесь на канале март лайф предлагаю ваше внимание юбилейный 95 выпуск новостей мартовские иды тема такая пустеющая рига уже увы и ах не является крупнейшим городом прибалтики о ужас жанья в шоке ведь они привыкли быть в эпицентре всеобщего внимания многие мероприятия объединяющие латвию литву и эстонию проходили именно в риге а еще есть такая поговорка рижане это маленькие парижане но а рига это маленький париж теперь получается что рига совсем уж маленький париж кстати в настоящем париже столицы франции свыше двух миллионов жителей причем численность только увеличивается в том числе за счет приезжих ну а теперь по числу жителей рига пили опередил вильнюс столицы литвы на сегодняшний день проживает свыше 6 615 тысяч человек это на 10 тысяч человек больше чем в риге столице латвии сегодня проживает всего-навсего 605 тысяч человек причем количество жителей все время неуклонно сокращается только по сравнению с прошлым годом число рижан сократилось более чем на 9 тысяч человек конечно невероятное падение 9 тысяч человек уехала только за один год впрочем в столице литвы тоже дела обстоят не самым лучшим образом в советское время в городе проживало шестьсот сорок тысяч человек ну а сейчас как мы уже говорили шестьсот пятнадцать тысяч в общем намного меньше в общем налицо падение как и в риге исторический максимум в риге наблюдался советское время восемьдесят девятом году тогда в риге проживало свыше девятьсот десяти тысяч человек до миллиона не хватало каких-то девяносто тысяч и тогда рижане были бы не просто маленькими парижанами если исходить что в париже 2 миллиона жителей то они были бы наполовину парижанами но увы и ах как только советский союз развалился народ начал валить в 2004 году как до латвия вступила в европейский союз в риге проживал семьсот двадцать одна тысяча проживали столько было людей помнится тогда уже хватались за голову семьсот двадцать одна тысяча о боже сейчас тоже хватаются за голову шестьсот пять тысяч ничего себе как мало впрочем шестьсот пять тысяч это официально а если выйти в город то кажется что народу совсем нет даже маэстро раймонд пауз посетовал что на домской площади отсутствуют туристы дело в том что на домской площади находится латвийское радио вот маэстро и посетил его как-то вышел раймонд валдемарович потом из латвийского радио на домскую площадь оглянулся а людей то нет рига должна кипеть особенно старая рига заявил маэстро понятное дело он вспомнил свои молодые годы но теперь ригу называют прифронтовым городом какое уж тут кипение туристов нет и судя по всему еще долго не будет кстати в латвии говорят что шестьсот пять тысяч рижан это официально многие ведь только числятся живут далеко за пределами республики некоторые демографы говорят может быть даже полумиллиона не найдется сегодня рижан кстати по численности населения латвия тоже заметно сдала пик пришелся на 90 год прошлого века тогда центральной республики прибалтии проживала почти 2 миллиона 700 тысяч тогда думали что концу тысячелетия в центральной республике прибалтики будет проживать уже три миллиона человек увы ах сегодня в латвии всего лишь миллион восемьсот тысяч и это опять же официально некоторые демографы говорят что неофициально количество жителей лишь полтора миллиона осталось соседняя литва и тут опять опередила свою прибалтийскую сестричку сегодня в литве 2 из 7 миллиона жителей получается примерно на миллион целый больше чем в латвии до в риге сильно расстроены потерей своего лидерства в прибалтике другой стороны кто виноват в том что численность населения республики сокращается более того судя по всему власти латвии считают так меньше народу больше кислороду если перефразировать на современный лад то меньше народу меньше газу меньше пенсии нужно выпра выплачивать людям меньше домов отапливать меньше улиц освещать меньше стипендии с госбюджета оплачивать да и вообще всего меньше если в юрмале нет людей на пляже значит надо меньше электричек пускать тоже здорово в общем куда ни посмотри всюду выгода от уменьшения населения кстати на рижских кладбищах уже нет места пусть люди уезжают и умирают за границей такая шутка прозвучала в одной радио передачи да у рижан чувством юмора все в порядке ведь они маленькие парижане а французы известные шутники с другой стороны в риге всегда могут сказать так зато в таллине 437 тысяч жителей а это намного меньше чем в риге даже полумиллиона нет кстати в советское время в таллине проживала 480 тысяч в общем почти полмиллиона ну а потом гемографическая ситуация стала все хуже 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 в общем примерно как в латвии и в литве однако прибалтов это не сильно беспокоит потому что дело ведь не в количестве а в качестве поэтому сейчас делается все для того чтобы убрать лишних в общем чемодан в вокзал и так далее в общем как говорится меньше народу больше прибалтийского кислороду ничего что старый подвижной состав денег нет но вы держитесь зато свободные и независимые темно на улицах вечером но ничего можно днем собраться спеть и потанцевать а кому не нравится такая жизнь жизнь скатертью дорогой ведь границы открыты до свидания не хотите радоваться веселиться ваше право не мешайте оставшимся петь веселиться танцевать и радоваться наслаждаться жизнью так иронично пишут социальных сетях почему-то многие люди недовольны такой жизнью и уезжают такой у нас сегодня получился несколько ироничный рассказ в рамках мартовских и номер 95 напоминаем что тема была такой пустеющая рига уже не крупнейший город в прибалтике ну а завтра на канале март лайф на ю тубе будет очередные мартовский и до 96 ставьте лайки нажимайте на колокольчики и высказывайте свое мнение обязательно ответим на ваши вопросы до свидания до следующей встречи пока узрежешаноска говорят в латвии